Азербайджан 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 Это важно для того, чтобы и земля почувствовала, что хозяин вернулся, хозяева вернулись Это важно для того, чтобы почувствовали люди, что их земля уже свободна К сожалению, мы по объективным причинам понимаем, что сегодня вернуться и проживать постоянно на этих землях пока невозможно Как минимум, эти территории пока нет Да, безусловно, необходимо восстановить разрушенные армянами города и села Постановить коммуникации, разминировать эти территории Поэтому все это требует времени И, как мы наблюдаем, эта работа идет И мы в скором времени увидим, как шаг за шагом люди переселяются на эти земли Естественно, что все это время и людям не терпится приехать туда Посмотреть, сохранилось ли что-нибудь там Почувствовать родную землю И в то же время, конечно, вот эта связь между людьми и землей Она является определяющей Именно она двигала всеми нами, когда эти земли освобождались Именно эта связь, она на протяжении 30 лет присутствовала и заставляла готовиться к освобождению этих территорий Вся страна готовилась к этому, и мы увидели это сегодня Да, я думаю, те темпы восстановительных работ, которые сегодня ведутся, они как раз таки это показывают И вот в этом контексте хотелось бы особо затронуть генеральный план Вот мы говорим про генеральный план Гадрута, который будет представлен в ближайший месяц Уже есть генеральный план Агдама Почему это так важно, вот именно так систематизировано, комплексно подходить? И какие новые новшества, так скажем, нашли отражение в этом генплане? Ну, если вы обратили внимание, вся политика нашего государства и президента построена по принципу работать на будущее И сегодня, когда речь идет о восстановлении этих территорий, этих земель Президент и вся команда руководствуются принципом работы на будущее То есть мы не ставим себе целью восстановить эти земли такими, какими они были Безусловно, те памятники истории и культуры, которые были, они будут отреставрированы, восстановлены максимально в том варианте, в котором они были и существовали Но с точки зрения коммуникации, с точки зрения архитектуры, с точки зрения построения жизни на этих землях Они должны быть городами, селами будущего Это должны быть умный город, умное село, это должны быть современные технологии То есть те задачи, которые ставятся перед этим регионом, быть огромным современным туристическим центром Они требуют именно такого подхода Поэтому я думаю, что те задачи, которые ставятся, они будут выполнены и будут выполнены именно в таком плане Да, вот здесь, мне кажется, можно даже провести аналогию такую со Второй мировой войной Когда после окончания войны массово восстанавливались разрушенные города, села и деревни И восстанавливались уже в соответствии с новыми требованиями, с новыми правилами Вы сейчас мне напомнили, буквально несколько дней назад Я был в Калининграде, там была конференция, посвященная Нюрнбергскому трибуналу и последствиям Второй мировой войны И вот тема моего выступления была героизация нацизма в период Второй мировой войны И современные ее, так сказать, последствия, отголоски Ну вот там пришлось говорить об этих проблемах Говорить, конечно, немножко мягко, потому что Аудзория была соответствующая Но в конце у меня как раз-таки завершалось выступление именно тем Какие задачи стояли перед народом, человечеством и в том числе советским народом после Второй мировой войны И последняя фраза у меня была такая, что перед азербайджанским народом сегодня стоят аналогичные задачи То есть выступление было закончено этим Вот ваш вопрос, откровенно говоря, очень неожиданный для меня, он мне напомнил все это Поэтому задачи действительно огромные И если учесть, что в годы Второй мировой войны и в годы той Великой Отечественной войны Как называли мы тогда ту часть, ту часть Второй мировой войны Если в то время была оккупирована всего 4% территории Советского Союза То в период Карабахской войны было оккупировано 20% азербайджанской территории И это, соответственно, скажем, усложняет наши задачи как небольшого государства Но тем не менее, я думаю, что вот эта решимость И это единство народа, которое было обретено в этой борьбе Оно позволит все это восстановить Да, я думаю, мы первые результаты видим уже сегодня Это, безусловно, и прокладка дорог, которая очень важна И вот открытие новых подстанций, безусловно, да? И вот Физелинский аэропорт, мы можем вспомнить, уже был совершен первый полет Ну это вообще невероятно, потому что я не припомню, чтобы за 8-9 месяцев Какое-либо государство построило аэропорт Мне кажется, всем мировое сообщество уделяет Международного масштаба, и все удивляются этому Но я думаю, что это показатель сегодняшнего духа азербайджанского народа Сегодняшней решимости президента восстановить все эти территории Ну я думаю, здесь вот можно провести такую четкую параллель Между тем, что делалось на этих территориях на протяжении 30 лет Ведь даже в тех местах, где армяне проживали По сути, особой инфраструктуры сделано не было Хотя вливались огромные финансовые средства туда И вот все-таки куда они тратились, возникает сразу такой вопрос Вы знаете, здесь вопрос совершенно в другом Здесь вопрос в том, что мы очень часто говорим, что вот армяне оккупировали наши территории И на этих территориях они понимали, что они не хозяева И они не будут жить здесь долго, им когда-то придется уйти с этих землей Поэтому ничего не делали Но я думаю, что здесь смотреть надо шире Дело в том, что это касается не только оккупированных территорий На которых проживали азербайджанцы Это касается также и тех территорий, на которых проживали армяне Наговного Карабаха Даже вот эти 200 лет, что они жили на этих землях Все равно не чувствовали там себя пришельцами Ведь посмотрите, в советский период, когда там жили азербайджанцы тоже Эти земли по уровню жизни считались самыми развитыми, самыми благополучными На всем Южном Кавказе А что произошло после их оккупации? Они оказались в запущенном состоянии И там, где жили армяне, ничего не строилось, ничего не развивалось Я не говорю о тех наших землях, там, где проживали азербайджанцы Я говорю о тех землях, где жили армяне И там ничего нет, там ничего не построено, там ничего не развивалось А что это значит? Это значит, что хозяевами там были азербайджанцы И пока там жили азербайджанцы, там была жизнь, там было развитие А как они ушли оттуда, армяне уже ничего не делать не могли и не делали Поэтому вот это самый такой яркий показатель того, что из себя представляет Нагорный коровах, что представляет коровах в целом. Сейчас его уже нет, мы эту терминологию забыли, и я уверен, что вот эти экономические регионы, которые вновь созданы, которые обозначены, они являются результатом исторического анализа, учета наших исторических традиций, учета экономических связей, которые существуют в этом регионе, взаимосвязи тех или иных объектов. Я думаю, что именно такой подход позволит наиболее эффективно развивать эти регионы. Да, но здесь вот нужно действительно, как вы совершенно справедливо отметили, вот нашей съемочной группе удалось побывать и в Гадруте, как раз вот спустя буквально пару недель после его освобождения, и мы были в Шуше, к примеру, были в Губадлы, то есть в тех местах, где какая-то жизнь все-таки была. И вот невозможно просто не удивиться тому, насколько не развита там инфраструктура, насколько бедно жили там люди, это видно невооруженным взглядом. То есть здания очень старые, постройки очень старые, не ремонтировались, и это сразу заметно. Хотя вот опять же, да, я об этом говорил, президент Азербайджан на встрече с общественностью, вливались огромные средства. И сейчас мы видим, что они продолжают вливаться, то есть как представители армянской диаспоры, так и вот, к примеру, недавно Евросоюз тоже выделил огромную сумму, по сути, Еревану на поддержание экономики и развития. Вот как вы считаете, есть ли вероятность того, что вот эти средства, которые вливаются сейчас, будут также, так скажем, использоваться не по назначению? Ну, вы знаете, это совершенно непонятное, нелогичное решение Запада и Евросоюза. Ведь по логике вещей, оккупации и разграблению подвергся Азербайджан, пострадал Азербайджан, а помощь выделяется Армении, которая являлась агрессой. Как это понимать и как это объяснят сами европейцы, мне, откровенно говоря, сложно понять это все. Ну, это их решение, пусть они сами об этом пекутся. Но я думаю, что жизнь покажет, потому что если до сих пор, получая огромные средства для, скажем, существования и осуществления этой агрессии, получая огромный доход от незаконной эксплуатации азербайджанских недр на оккупированных территориях, используя те богатства, которые были на оккупированных землях, в Карабахе, они при этом ничего не смогли сделать, то я сомневаюсь, что те средства, которые будут им постепенно выделяться в течение 4-5 лет, они могут эффективно быть освоены. Потому что, во-первых, не факт, что сегодняшняя политическая ситуация в Армении позволит им вести, скажем, такую созидательную работу. Я думаю, что этот кризис, он будет продолжаться еще года-два, как минимум. И вот в этой ситуации освоение этих средств, экономическое развитие самой Армении, оно будет под вопросом, конечно. Да, вот знаете, мне вот здесь напомнило тоже такой момент. У меня есть один очень хороший знакомый, вице-президент Паралимпийского комитета Азербайджана Кемал Мамедов, и он вечно говорит, что если хочешь помочь человеку, никогда не оказывай ему помощь материальную. Лучше помоги ему обрести развитие и устрои его на работу. Вот здесь, мне кажется, тоже, в первую очередь, если Евросоюз и любой западный партнер, так скажем, хочет помочь Еревану, мне кажется, нужно обратить его внимание на сотрудничество со странами региона, которое, безусловно, приведет к экономическому какому-то, к экономическому росту. Безусловно, потому что мы с вами должны четко представлять, вы очень мягко сейчас сказали, по сути, та помощь, которая сегодня оказывается Армении, она направлена на поддержание конфликтной ситуации, она направлена на поддержание того, чтобы Армения существовала в той ипостаси, в том варианте, в том состоянии, в котором она сегодня существует. Выход из этого положения — это сотрудничество в регионе, это открытие коммуникации, это развитие экономики. А для этого действительно нужно сотрудничать со всеми странами в регионе. А вот подобная помощь, она будет поддерживать в Армении иждивенчество, и будет, скажем, поддерживать в них вот эти ложные надежды на какие-то изменения, не достижение какого-то успеха в реванше и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что политика-то будет провальной, у них ничего не получится, деньги пропадут, а Армения еще на несколько лет просто затормозится в своем развитии. Перспективы там нет. Ну, я думаю, здесь все как-то соседние региональные страны должны объединиться. Вот сейчас в последнее время мы видим, что все-таки не все согласны с постконфликтной ситуацией, есть еще какое-то напряжение в регионе, вот как все-таки это преодолеть, на ваш взгляд? Я думаю, что здесь надо просто, терпеливо и последовательно проводить свою политику. Политика Азербайджана миролюбивая, она направлена на развитие региона, она направлена на открытие коммуникаций, создание новых возможностей для экономического развития не только самого Азербайджана, но и соседей. И только через экономическое развитие видится мир в этом регионе. Все остальные потуги, они направлены только на то, чтобы сохранить в регионе конфликт. Потому что мы обращаем внимание, что те страны, которые сегодня пытаются действовать путем угроз, действовать путем какого-то давления, в конечном итоге работают на то, чтобы поддержать Армению. Поддержать Армению в ее реваншистских устремлениях. А в принципе сегодня время требует поддержать Армению в налаживании отношений с соседями, в открытии коммуникаций, в работе по делимитации, демаркации границы, в работе, связанной с тем, чтобы загладить ту вину, которую Армения несет за вот этот конфликт, за эти 30 лет беспредела, которые творились. Я думаю, что путь Армении в будущее, он лежит через покаяние и через сотрудничество с соседями. Но можно ли сказать, что сегодня мы видим вот такие первые звоночки этого, потому что уже и Министерство иностранного дела Армении выступает с довольно позитивными заявлениями. И в принципе сам премьер-министр Армении говорит о том, что он готов к открытию границы с той же самой Турцией, к примеру. Можно ли все-таки на это надеяться, рассчитывать или это очередные заявления? Я думаю, что надеяться всегда надо, но в то же время надо представлять себе, что не все заявления армян всегда были искренними. И верить голословно тому, что они говорят, тоже я бы не хотел. Но у них есть шанс доказать это все своими делами. Слова словами, но надо приступать к делам. Поэтому им нужны первые шаги, делать эти первые шаги. И тогда, когда будут сделаны эти шаги, мы можем сказать, что да, они что-то сказали и начинают делать. А какими вы видите эти первые шаги? То есть как все-таки выстраивать диалог? Я думаю, что прежде всего начать переговоры по делимитации, демаркации границ. Это первое, что они должны делать. Дать добро на то, чтобы начали работы по открытию транспортного коридора из основной части Азербайджана в Нахчеванскую автономную республику. Вот эти шаги, если будут сделаны, мы можем сказать, что да, сегодняшнее правительство Армении, вопреки желанию и действию оппозиции, оно идет по пути мира. Если этого не будет, то все их заявления, они будут ничего не стоить, так же, как и вся мифическая история Армении. Да, ну вот как раз мы подошли к этой теме. Действительно, и во время 44-дневной войны, в принципе, за все эти 30 лет оккупации, мы видели колоссальное количество фейков, ложной информации, дезинформации, которая распространялась из стороны Армении. И вот если мы говорим даже про Гадрудскую операцию, то очень большое, вот я помню, тогда мы тоже находились в таком информационном противостоянии, постоянном, и в том числе и телеканал CBC. И я помню, как тогда говорилось о том, что якобы вот Гадруд не был освобожден, что Гадруд находится под контролем армянских вооруженных сил. Тогда и вот Арцрунова, Ниссан, печально известный, да, которого потом впоследствии сами же армяне избили за его ложь, и Семен Пегов, который уже тогда, когда азербайджанская армия закрепилась в Гадруте, говорил о том, что якобы ничего подобного нет. Вот как вы считаете, извлечены ли были уроки? Вот сегодня прошел, вот вчера, накануне был, исполнился ровно год освобождения Гадрута. Видим ли мы итоги какие-то, да, которые извлек из себя, для себя вот все-таки армянская сторона? Ну, я думаю, что говорить об итогах еще рано, потому что... Какие-то изменения. Да, извлечение итогов, из каких-то выводов, из итогов, это, прежде всего, должно вылиться в какие-то действия с той стороны, чтобы мы видели, что они в конечном итоге пришли к благоразумию и действуют в том направлении, которое нужно для установления долгосрочного мира в регионе. Гадрут и та ложь, которая была вокруг него, она, с одной стороны, являлась продолжением всей той лжи, на которой строится вся Армения, тех мифов, которые имеют место в этой истории. Я всегда, когда общался с теми или иными визави с армянской стороны, я всегда говорил, что вы не читайте своих армянских авторов. Я говорю, вы просто читайте даже не азербайджанских, вы читаете российских авторов, других авторов. Постарайтесь оторваться от того, что вам армянская пропаганда диктует, и просто забудьте об армянских авторах, почитайте что-то. Тогда, может быть, немножко какой-то просвет будет, а иначе бессмысленно с вами просто разговаривать в этом плане. И это один аспект. А другой аспект, с точки зрения того, что творилось вокруг Гадрода, Гадрод для армян был очень важным. Потому что они проживали там. Еще в Первую Карабахскую войну Гадрод был осиным гнездом сепаратистов и скоплением боевиков. Там был один из штабов, так называемая армия освобождения Карабаха. И это была ключевая точка, с которой, во-первых, начало даже в 1991 году эти боевики осуществляли набеги на наши села. А в то время села охранялись 10 человек, сотрудников милиции в то время. И практически очень много тогда было погибших, именно потому что не было достаточных сил, чтобы охранять эти села. А потом уже, в 1992 году и так далее, там вокруг Гадрода, Физулинское-Гадродское направление, оно было одним из очень тяжелых. Даже вот на моей памяти, когда там этот Виталик Баласанян был назначен уже командующим вот этими силами самообороны, через некоторое время он даже перевел туда штаб. И он сидел постоянно там. Он в сентябре, в октябре 1992 года, он метался между Гадрутом и Аскераном. Но эти сложности, которые возникали, им было не так просто. И я отдаю должное нашим солдатам, нашим ребятам, которые воевали в то время. Ведь объективно, если подойти, посмотрите, насколько дух наш, он был значительно сильнее армянского. Они на протяжении шести лет завоевывали этот Карабах, а мы освободили его за 44 дня. Вот разница. И в то время, когда говорим, что мы уступили Карабах, да, мы уступили, потому что не было сил, потому что были сложности, потому что не было поддержки. Армия создавалась, но были проблемы политического характера внутри страны, которые создавали все эти проблемы. Поэтому было очень много факторов, и мы проиграли не потому, что мы были слабее духом, а потому что просто не было достаточных сил для этого, имеется в виду и политических тоже. Поэтому я думаю, что когда мы говорим о Гадруте, надо понимать, что Гадрут для армян был очень принципиальным местом. Поэтому и велись такие ожесточенные бои, я думаю, и в рамках этой 44-го дневной войны. Какое все-таки это значение имело для противника именно в рамках этой войны? Ведь если помните, я имею в виду с морально-психологической точки зрения, ведь как раз-таки на этот период выпадает встреча глав МИД из трех стран, Азербайджана, Армении и России, и тогда переговоры велись достаточно долго. Как вы считаете, на тот момент, как я понимаю, армянская сторона уже понимала, что в Гадруте у них нет возможности никакой остаться. Как это повлияло, к примеру, на переговоры и в целом на заговорчивость армянской стороны? Вы понимаете, в чем дело. Во все времена, мы убеждаемся в этом, на протяжении армяне всегда уважали только силу. И вся их сговорчивость, она наступала тогда, когда они чувствовали силу. Поэтому во все времена нам всегда надо быть готовым к тому, чтобы они чувствовали эту силу. Они чувствовали силу, и тогда все будет нормально. Они будут делать то, что должны делать в соответствии с международным правом и в соответствии просто с двухсторонними отношениями, как нормальное государство. В случае же, если они будут чувствовать, что мы слабы, если они будут чувствовать, что у них есть шанс чего-то добиться, надо всегда ждать, что они нанесут удар. Это было, есть и так будет. И мы должны всегда помнить, что армяне всегда готовы нанести удар. Вот сегодняшняя победа наша, она ни в коем случае не должна нас расслаблять. Мы не должны забывать, что происходило на протяжении вот этих двухсот лет. Мы не должны забывать, что происходило, особенно в 20 веке. И мы должны помнить, что малейшая слабинка, малейшая слабина, она приведет к печальным последствиям. Мы должны быть всегда готовы. Но мы миролюбивая страна. Мы предлагаем им мир, предлагаем им сотрудничество, предлагаем делимитацию, демаркацию границ, чтобы не было сомнений в нашей миролюбивости. Сегодня от мира отказывается тот, кто отказывается от делимитации, демаркации границ. Это факт, это однозначный факт. И сегодня этот факт доказывает, что мы страна миролюбивая, мы страна мира, они не идут на делимитацию, демаркацию. Говоря об этом, они опять-таки не выполняют то, о чем говорят, не подтверждают свои слова действиями. Поэтому сегодня явно реваншизм в Армении, невыполнение своих заявлений и невыполнение элементарно трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года. Все это факты, и все это ситуация, которая создается армянской стороной. При всем при том, что мы страна победитель, они пытаются встать в определенную позу, саботировать выполнение этих договоренностей. А, скажем, возможность для того, чтобы они это делали, создаются теми, кто не хочет, чтобы на Южном Кавказе был мир. Армения в очередной раз выступает орудием в руках тех, кто не хочет мира на Южном Кавказе. Ну вот продолжая как раз-таки тему про саботирование, выполнение договоренностей, армянская сторона апеллирует тем, что якобы на территории Азербайджана находятся военнопленные, но мы все прекрасно понимаем, что как раз-таки это диверсанты, которые совершали нападение непосредственно именно на территорию Гадрута. Это спекуляция, очередная миф, очередная ложь, которой они апеллируют, тиражируют ее. А те, кто их поддерживает в этом, они тоже действуют не в интересах мира, а действуют для того, чтобы натравливать Армению и создавать условия для того, чтобы она не выполняла трехсторонние заявления. Дело в том, что никаких военнопленных, естественно, нет, об этом говорили. Президент говорил, и мы говорили, я тоже неоднократно говорил об этом и писал об этом. Дело в том, что в соответствии с Женевскими конвенциями, в частности, с 4-й конвенцией, Женевской конвенции, военнопленные – это те, кто попал в плен во время военных действий. В то время, когда шли боевые действия, когда была война. Если нет военных действий, то есть, если нет войны, а после трехстороннего заявления фактически установился мир, фактически не велись боевые действия. Армения признала свою капитуляцию. Да, Армения признала капитуляцию, и речь шла о том, что практически не было никаких военных действий, даже стычек не было никаких. Совершенно поразительно, что до этого стычки были, после этого никаких стычек, послевоенных не было. И тут вдруг на территории, освобожденной территории, оказывается диверсионный отряд. И этот диверсионный отряд, естественно, был заслан в определенных целях – совершить преступления на наших территориях, совершить террористические акты. С какой целью и из каких соображений – это уже другой вопрос. Это следствие и суд выяснили это. Но они признали их террористами, они признали их диверсантами. И поскольку это все имело место после военных действий, то ни в коей мере их невозможно признать военнопленными. Они должны отвечать за те преступления, которые они совершили уже в послевоенное время, после окончания войны, 44-дневной. Поэтому говорить о том, что они военнопленные, они не попали в плен в военное время. Они были обезврежены в момент совершения преступлений, террористических актов. Поэтому ни в коей мере они не являются военнопленными. Все это очередной миф. А те, кто поддерживают, они работают на то, чтобы на Южном Кавказе не был мир. Они должны слышать это и знать. И надо говорить им всем в лицо. Что если вы говорите о том, что это военнопленные, значит, вы хотите, чтобы на Южном Кавказе был мир. Чтобы Армения не выполняла трехстороннее заявление. Чтобы Армения сопротивлялась мирному процессу. И вы ведете Южный Кавказ к возобновлению боевых действий. Ну вот недавно мы видели такой действительно очень позитивный пример, когда Армения открыла свое воздушное пространство для Азербайджана, для гражданских судов. И после этого один задержанный Армянской республики был возвращен на армянской стороне. Вот как по-вашему, есть ли такая надежда на то, что возможные прецеденты будут повторяться в будущем? И вот как все-таки выстраивать такой доверительный диалог между двумя республиками? Вы понимаете, в чем дело? Мы имеем дело со страной, которая все в конечном итоге переворачивает и превращает в торг. Армения уже давно должна пойти по пути делать жесты доброй воли. То есть мяч на армянской стороне? Она должна уже давно. Азербайджан уже сделал очень много жестов. Азербайджан и отпустил военнопленных, и закрыл глаза на то, что они предоставили минные карты подлинные на 25%. Да, которые не соответствуют. Закрыл вот на эту диверсионную группу глаза. Часть из этих диверсантов выдал Армении. Она должна делать жесты доброй воли. Если она хочет наладить с Азербайджаном нормальные отношения и не торговаться, что вот мы делаем это, а вы нам отдайте там военнопленного или сделаете еще что-то. только вот такая политика доброй воли. Она сможет позволить налазить нормальные добрососедские отношения, которые в конечном итоге должны быть построены на экономических связях, на экономических отношениях. И тогда можно в определенной степени доверять друг другу и идти дальше по этому пути. Если же вот все эти отношения будут строиться в форме торга, то поверить в искренность Армении, я думаю, что будет очень тяжело. И этот процесс будет очень долго длиться. Ну, будем надеяться, что армянского военно-политического руководства все-таки хватит политической воли на то, чтобы налаживать новую реальность и новый мир в регионе. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня к нам. Спасибо вам. Приятного вечера. Спасибо. Я напомню, в эфире телеканала Сибиси была передача специально сейчас. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин